Продолжение следует... Шутка? Шутка. Холодильник от Красногоровской крепости. Сегодня мы будем тестить его в режиме под стил. Приветствую вас, брать самогонщики. Но прежде чем начать, хочу почитать некоторые ваши комментарии. Мне понравилось под видео несколько комментариев. Давайте почитаю. Вот, скоро Варочка пишет. Вот, вопрос Панталыку поставить небольшую царгу перед холодильником Михаила для редукции потока для пара было никак. Ну, то есть он так иронизирует, как я понял. Ведь куб у тебя здоровенный. Сам сказал, 130 литров и широкий. Зоны для свободного пообразования в разы больше среднестатистического куба 25-37 литров. Отсюда и запирающее кинетическое давление пара на входе в холодильник. Так что уравняю условия для испытательного стенда. С другой стороны, твой тест и твои правила, раз упоминаешь об объективности и корректности. Но предположу, что общие цифры после подсчета будут не в пользу твоего эксперимента. Эксперимент Михаила, первая часть, ссылочка. Вторая часть, ссылочка. В которых автор ссылается, что температура воды влияет на результат и частоту эксперимента. Если отыщу старый тест, добавлю ссылку и на него. Кстати, Михаил использует в некоторых своих тестах купольную крышку, которая выполняет роль редукции давления пара и в его переходной фазе компенсируя этим разность давления. Ух! Никогда столько в одном комментарии сразу не слышал таких умных слов. Явно этот самогонщик не одну тысячу часов провел на ХД и на других формах. Наверное, очень образованный человек. Нужно будет к нему прислушаться. Кстати, насчет температуры воды. Я это не раз уже говорил, что, конечно же, утилизируемая мощность холодильника напрямую зависит от температуры воды. И понятно, что если температура воды на входе 20, это будет одна мощность, которую сможет утилизировать холодильник. А если она будет 10 градусов, то это будет совсем другая мощность. Ладно, давайте разберемся с этим. Леха доктор пишет. Я думал, будет больше. Получается, что этот холодильник мало чем отличается от стандартных, которые сейчас любят делать. Ну вот Леха, наверное, пересмотрел самогонщиков, которые любят утверждать, что да вот этот холодильник, он и 100 киловатт утилизирует, а может даже и 500. Саня Санкин возмущается ни спиртуозности в кубе, ни температуры в кубе, по которым можно определить примерную спиртуозность. Поэтому проверил при подаче воды в холоду с качестве дефлегматора на полтора. Расход воды 60 час, нагрев 4200, спирт идет, кипяток. Саня, как ты видел, я ничего не отбирал в этом эксперименте. И я не знаю, какой там у тебя и где кипяток идет. Андрей пишет, расход воды в первом случае был 60 литров в час, а во втором случае неизвестно. Андрей, ну я же сразу предупредил, что я всегда тестирую холодильники, все причем, на расходе в 60 литров. В каком бы случае это ни было. Если какие-то особые условия, то я, конечно, предупреждаю о них. Как видите, на мой первый тест много нареканий. И поэтому, прежде чем начать второй тест, экспериментировать с холодильником в режиме под стил, я решил сделать небольшой отскок назад, туда к первому видео, и провести вот те первые два теста по новой. У меня будет стандартный куб 37 литров. Это куб от самогонного аппарата VN6 Pro. У него купольная крышка. И первый эксперимент будет холодильник в роли дефлегматора и имитация ретификационной колонны. И я даже над диоптером поставлю небольшую царгу, она будет абсолютно пустая. А второй тест это будет вот в таком режиме, то есть в режиме бражной колонны. Посмотрим, сколько в такой конфигурации холодильник сможет останавливать. Покажу вам показания всех термометров, что показывают в кубе, что показывают на входе, какая температура воды, на выходе температура воды. Вот здесь будет термометр. Дополнительно поставлю еще вот в этот угол термометр. То есть покажу вам все полностью, чтобы у вас никаких сомнений не было. Все, давайте начинаем. Но прежде все-таки еще один комментарий вам зачитаю. Виктор Бабич пишет очень интересное и поучительное видео. С нетерпением жду работу дефлегматора в режиме холодильника. Аж кушать не могу. Но вот новички частенько спрашивают, как же дефлегматор отличить от холодильника. Да, иногда им в комплекте к колонне приходят два холодильника и они голову ломают. А какой же из них дефлегматор, а какой холодильник или доохладитель? Давайте разберемся. Многие начинающие самогонщики задают мне один и тот же вопрос. Как отличить холодильник от дефлегматора? Посмотрите, вот здесь на столе у меня разные холодильники. Вот есть такой проходной демрот. Вот есть такой рубашечный холодильник. Видите, кожухотрубники разного размера. Какой из них дефлегматор, а какой холодильник? Здесь просто важно понять суть слова дефлегмация. Дефлегмация дословно это возврат флегмы. Холодильник стоит наверху колонны, преобразует пар флегму и заворачивает ее обратно в куб. Вот и все. Поэтому любой холодильник может работать в режиме дефлегматора. Но дефлегматор это не какое-то отдельное устройство, отличное от холодильника. Все предельно просто. Первое с чего начнем, это спирт-цирец. Здесь у меня в ведре его 10 литров. Давайте покажу вам, какой он спиртозности. Ну и посмотрим, какой он температуры, чтобы сделать коррекцию. Термометр АСП-3, шкала 0,40. Как видите, показывает 28. Смотрим термометр 12,6. Ну и смотрим таблицу 28. Ну и примерно между 12 и 13 выходит 31. Браг угнал до 10% струе. Поэтому вполне нормальный спирт-цирец 31. Я думаю, эти показания всех устроят. Все, давайте, заливаю его в куб. 10 литров вполне будет достаточно, потому что никакого отбора мы производить не будем. Неснижаемый остаток в кубе примерно 7,5 литров. Закрываем крышку. Почему я взял именно куб от Вейн 6 Pro? Потому что в этом кубе у меня целых два термометра. Это для перфекционистов, которые любят все очень мерить. Смотрите, вот этот термометр будет в паровой зоне мерить. А вот здесь термометр будет мерить в жидкостной зоне. И, естественно, все эти показания я вам продемонстрирую. Сейчас поставлю на куб термометр, чтобы видеть возврат флегмы. И, как я сказал, будет еще и коротенькая царга. Это вот такая Вейновская. Она 50 сантиметров. Как видите, абсолютно пустая. И плюс термометр. Вдруг кому-то еще понадобятся показания в царге. Тоже на всякий случай. Устанавливаю царгу. Закрываю хомут. Устанавливаю сверху на царгу холодильник. Так, холодильник будет выступать в роли дефлегматора. Довольно-таки высокая конструкция получилась. Смотрите, у кого-то уже руки чешутся написать реклама Вейн. Не вздумайте, сразу отправитесь в самоизоляцию. Вход воды в нижнюю часть холодильника. С верхней точки холодильника воду отводим. Все готово, можно включать нагрев. Когда не сказал, ТЭН в кубе 6 киловатт, управляется регулятором мощности. Включаю регулятор мощности. Как видите, здесь уже выставлено 3770. Перевожу в режим разгона. Вот 6 с небольшим киловатт сейчас подается в куб. Давайте теперь займемся замерами воды. Для начала замерим температуру воды на входе. Насколько она холодная. И дальше вам покажу, какой расход воды я настроил. А настрою 60 литров. Как всегда. 14,8 температура холодной воды на входе в холодильник. В прошлый раз температура воды была 14,6. Давайте покажу вам расход воды 60 литров. Так, ну посмотрим, сколько наберется за 30 секунд. Вообще я уже неоднократно говорил, что расход воды для каждого холодильника во всех экспериментах я всегда делаю 60 литров в час. Не вижу смысла, чтобы холодильник расходовал больше. Хотя некоторые говорят, что им пофиг, сколько воды там лить в холодильник. Но вот некоторым не пофиг. Итак. Все. 30 секунд. Смотрим. 550 миллилитров. Ну, как я сказал, здесь кружечка показывает немножко больше. Вот они. Вот она. Эта струечка такая. Видите? 60 литров в час. Ну, а теперь давайте смотрим остальные параметры. Подаваемая мощность 3,380, это буквально на 400 ватт меньше, чем в прошлый раз. Давайте посмотрим, почему. Итак, смотрите. Температура в верхней точке 45,5. Да. Вот там. Так. Температура воды. Ну, вот смотрите. Я вижу 58 градусов температура воды на выходе из холодильника. Так, давайте теперь посмотрим. Многих интересовала температура кубовая. В паровой зоне 85. Так, смотрим. В жидкостной зоне 82,6. Как видите, разница всего в 2 градуса. Совсем забыл показать вам температуру в царге. Может быть, для кого-то это будет очень важно. Как вы видите, 79 градусов. Как вы видите, результаты практически одинаковые. Потому что, когда теория встречается с практикой, побеждает всегда практика. А теперь давайте ко второму эксперименту соберу конфигурацию бражной колонны. Смотрите, как будет интересно. Будут стоять два угла. И в обоих будут стоять термометры. И мы будем встречать показания обоих. Давайте покажу, что у меня получилось. Вот такая конфигурация. Бражная колонна. Вот он. Холодильник Красногоровской крепости. Здесь он опять-таки выступает в роли дефлегматора. Воду подал и в дефлегматор, и в доохладитель. Вот через этот тройник, видите, вход воды вниз. Выход из каждого холодильника отдельно через регулировочный кран. Здесь, значит, расход воды выставил 60 литров в час, как и в первом случае. В этот холодильник просто немножечко приоткрыл воду, чтобы она немножко циркулировала. То есть здесь нам не важно, какой будет расход воды. Итак, давайте покажу вам все параметры, какие сейчас есть. Давайте для начала посмотрим температуру в кубе. Так, жидкостная зона 82,9. Паровая зона 81,5. Так, здесь термометр в царге. Давайте посмотрим, что он показывает. Показывает 78,1. Так, дальше. Идем вверх. Смотрим температуру воды на выходе. Она 63 градуса. Так, вот здесь смотрим. Перед доохладителем 36, 36,8. Будем считать 37 градусов. И смотрим вот здесь температуру. А здесь температура 57,3. Ну и давайте посмотрим, что там отбор. Ну вот видите, покапельно что-то там прорывается. Одна капля в 2 секунды примерно. Да, я не показал вам мощность. Так, подаваемая мощность 3730. После того, как Михаил посмотрел мое первое видео, то он написал мне на почту. У них заявлено, что вот этот холодильник в роли дефлегматора может утилизировать 3500. Но, как видите, все правда. Некоторые самогонщики воспринимают мою винокурню как некую научную лабораторию, где ведутся фундаментальные исследования и ставятся глобальные опыты. И, конечно же, в комментариях они мне пишут, а почему ты не учел магнитную бурю, которая была в галактике Киндадза? А почему ты не сделал корректировку на солнечный ветер, который дул в созвездии Кассиопея? Брать самогонщики. Не надо безумствовать, мы с вами всего лишь домашние винокуры. И давайте вот с первой частью теста закончим и перейдем ко второй. А именно, посмотрим, как холодильник Михаила будет вести себя в режиме под стил, на что он способен и что покажет. На примере первого теста я вам показал, что объем куба практически ни на что не влияет, но в пределах статистической погрешности. И если в первом тесте у меня была возможность взять куб меньшего объема, то вот во втором тесте у меня это не получится, как я уже сказал. У меня есть только один куб, в который вставляется два тена, и здесь подаваемая мощность 10,5 киловатт. А нам, как вы помните, понадобится для холодильника 8 киловатт. Сейчас заливаю сюда 30 литров браги, собираю оборудование и начинаем тестировать холодильник. Как видите, я в куб установил уже два тена. Левый тен это 6 киловаттный, и он включен через регулятор мощности. Правый тен 4,5 киловатта, и он подключается прямо напрямую. Заливаю в куб брагу. Как видите, я уже полностью собрал все оборудование, и теперь только установлю его на куб. Зажимаю хорошенечко хомут. Воду в холодильник я уже подключил, вход воды вниз холодильника, выход воды сверху, и сверху стоит регулировочный кран, для того, чтобы отрегулировать расход воды. Сейчас включаю куб на разогрев, сразу полную мощность 10,5 киловатт. Вот этим автоматом у меня управляется тен в 4,5 киловатта. Он, как я сказал, подключен напрямую, а здесь 6 киловатт. Так, перевожу сразу же РМ в режим разгона. Пока куб разогревается, я сделаю замер холодной воды, посмотрю, какая температура на входе в холодильник, а также отрегулирую ее расход. Расход поставлю 60 литров. Меня частенько спрашивают, почему именно 60 литров. Можно, конечно, выставлять и больше, но для того, чтобы сравнивать один холодильник с другим, нужны какие-то константы. И вот одна из этих констант, это какой-то определенный расход воды. Температура воды на входе в холодильник 14,7. Вода достаточно холодная, и вот здесь холодильнику, конечно, пожаловаться будет уже не на что. Вот такая струечка, это 60 литров в час. Давайте покажу вам, замерим, сколько за одну минуту набежит в кружку. Так, начнем. Как я сказал, вода достаточно холодная, меньше 15 градусов, и, как вы знаете, это является тоже неким таким стандартом. Если, допустим, воду сделать достаточно теплую, будет вода 20 градусов, то результаты, естественно, будут совсем другие. Или наоборот, вода будет более холодная, она будет, допустим, 10 градусов. Так, все, стоп. Итак, смотрим. Вот они, 550... Так, вот они, 550 миллилитров, ну, что будет соответствовать 500 миллилитров, потому что, как я сказал, эта кружка не совсем точная. Итак, 60 литров в час, ну, может быть, с небольшой погрешностью. Мне очень понравился вот этот кран. У меня есть много кранов, и пластиковые, и из нержавейки, и у них есть у всех своя особенность. Там есть определенный люфт. Чтобы открыть кран, вы сначала немножечко его так делаете, несколько оборотиков, открываете, потом начинаете поджимать. Вот ничего подобного у этого крана нет. Здесь абсолютно отсутствует люфт. Сразу же вы поворачиваете, и сразу же начинает течь вода. То есть вы его поворачиваете в другую сторону, сразу же поджимаете. То есть исключительно такой острый отклик на действие. Итак, смотрите, куб разогрелся. Я выключил ТЭН 6 киловатт, и сейчас куб работает на 4,5 киловаттах. И давайте посмотрим, какие параметры при такой подаваемой мощности. Первое, что меня интересует, это, конечно же, температура спирта сердца, и она, как видите, 17,3. Ну, немножечко, может, будет подрастать до 18. Давайте теперь посмотрим температуру воды на выходе холодильника. И она, как видите, 80 градусов. Так, температура в кубе 92,6. Сейчас я подключу ТЭН 6 киловатт, и с помощью регулятора мощности буду добавлять потихонечку по 500 ватт. Но вот, знаете, я уже предвижу ситуацию. Я буду добавлять потихоньку мощность. Вот здесь температура на выходе будет расти. Она сейчас, как вы видели, 80. Вполне подрастет и до 90, и до 95. Единственное у меня опасение вот в этих шлангах. Вроде я здесь поставил такой толстый ПВХ-шланг, и он должен, как бы, выдержать высокую температуру. Но посмотрим. Дело в том, что, вот если сейчас посмотреть на эти параметры, то можно понять, холодильник работает очень эффективно. Температура спирта, сырца меньше 20 градусов, температура воды на выходе высокая, на входе тоже низкая, 14,5 градусов, ну, в районе 15. То есть холодильник очень хорошо ведет теплообмен. И, вероятно, так будет. Чтобы ему утилизировать 8 киловатт, нужно понадобиться подать чуть больший расход. Ну, давайте не будем торопиться, а в процессе все это посмотрим. Мой канал смотрят не только в России и странах ближнего зарубежья, но и там, далеко, за большой лужей. А там, как вы знаете, законы физики совсем другие. Давайте, почитаю вам один комментарий от нашего американского друга. Давайте, прочитаю вам комментарий под видео. Называется оно «Как правильно гнать сахарную брагу» на моем канале, естественно. Так, пишет Эндрю Фейл. Смотрите, температура воды на выходе из холодильника должна быть чем холоднее, тем лучше. В идеале входит холодное и выходит холодное. Логично же. Да, это, конечно, логично, если ты находишься в параллельной вселенной, где власть захватили рептилоиды. Если ты в нашем измерении, то, я так полагаю, ты просто жертва американского ЕГЭ. Итак, смотрите. Тен 4,5 киловатта работает, плюс 500 ватт на 6-киловаттном тене. Давайте сейчас посмотрим, что там у нас будут показывать термометры. Итак, подаваемая мощность 5 киловатт, температура в кубе 93,7. Давайте температуру на выходе посмотрим, какая вода. Вода 83 градуса. И теперь посмотрим температуру спиртосырца. 32,6. Как вы понимаете, при расходе воды в 60 литров, 5 киловатт, это предел вот для этого холодильника. Есть одно большое но. Если холодильник не справляется с утилизированной мощностью, то вы начнете ему подавать больше воды, чтобы температуру спиртосырца понизить, и у него начнет падать температура на выходе. Вот здесь пока что все очень хорошо. И поэтому я предлагаю, давайте все-таки расход воды поднимем, и посмотрим, сколько же будет расходовать холодильник, чтобы он утилизировал 8 киловатт. При этом температура на выходе воды не должна быть ниже 50 градусов, а температура спиртосырца не должна быть выше 30 градусов. Давайте проведем этот эксперимент. Подаваемая мощность сейчас 6,5 киловатт. 4,5 киловатта ТЭН нерегулируемый и 2 киловатта регулируемый от 6-киловаттного ТЭНа. Так, давайте посмотрим, что у нас показывает термометр в кубе 95,3. И так, смотрим температуру воды на выходе. Она, как вы видите, 80. И температура спиртосырца 24,7. Я пока не замеряю расход воды, я сделаю это потом уже по факту. А сейчас давайте, наконец-таки, я включу 8 киловатт и посмотрим, что покажут приборы. Итак, давайте смотрим. Вот они, 8 киловатт реального прямого нагрева ТЭНами. Это не какая-то индукция. Все по-настоящему. 4,5 вот отсюда. И 3,5 это АТРМ. И давайте теперь смотрим, смотрим, что показывают термометры. Так, на выходе вода 85. Давайте температуру спиртосырца посмотрим. 29,8. Ну, 29,7 немножечко плавает, видите. А вот теперь давайте я замерю расход воды. Итак, давайте я замерю, сколько же расходует холодильник воды. Взял трехлитровую банку и вот посмотрим, сколько набежит за минуту. Но вот видите, вода не на пролив. То есть, она не льется таким напором. Я думаю, что все-таки какое-то разумное количество воды холодильник расходует. И знаете, что возникла у меня такая мысль. Сейчас, после того, как я замерю воду, посмотрим, сколько на 8 киловатт нужно расходовать воды этому холодильнику, проведем еще такой экстремальный эксперимент. Я подам всю мощность, которая только у меня есть. Это будет 10,5 киловатт. И посмотрим, на что способен холодильник в этой ситуации. Придется ли лить воду на пролив и температура воды на выходе холодильника упадет или нет. Или все-таки он и с 10 справится. Все, стоп. Так, вот видите, такое количество воды. Ну, примерно, наверное, полтора литра. Сейчас я точно все перемерю. Итак, давайте замеряем. Я, естественно, нагрев выключил, потому что вы сами видели, что вода идет просто кипяток. Так, еще чуть-чуть. Да. Вот он литр. Это 60 литров в час. И давайте еще посмотрим. Осталось даже, наверное, меньше, чем пол-литра. Так, нет. Больше, чем пол-литра. 600 миллилитров. Давайте подведем итоги второго теста. Для того, чтобы холодильник смог утилизировать 8 киловатт, понадобилась холодная вода не выше 15 градусов на входе в холодильник. И расход ее составил 96 литров в час. Ну, а сейчас давайте полный форсаж. Вся мощность 10,5 киловатт. И посмотрим, как холодильник с ней справится. Как видите, вот она, реальная подаваемая мощность. И она явно больше, чем 10500. Давайте смотрим, что там показывают термометры. Так, во-первых, посмотрим выход температуры воды. 84 градуса. Посмотрим температуру спирта сырца. 27,5 градусов. Ну, вот, чтобы вы понимали, на какой стадии находится перегонка. Вот я уже за время эксперимента отобрал 3 литра. И здесь, в кастрюле, наверное, еще литра полтора. То есть, примерно это все находится на середине перегона. Как вы помните, я заливал 30 литров браги. Но спирта сырца где-то должен отобрать литров 10. Ну, и сейчас самое интересное. Расход воды. Посмотрим, сколько должен расходовать воды холодильник, чтобы утилизировать 10,5 киловатт. Здесь напор воды, конечно, довольно-таки приличный. Но, опять-таки, скажу, я не сильно приоткрывал кран. И давайте узнаем, сколько же потребуется воды холодильнику, чтобы утилизировать 10,5 киловатт. Так, замерим расход воды за минуту. В любом случае, я считаю, что холодильник даже с 10 киловаттами справился. Как видели, температура на выходе холодильника не упала. То есть, она оставалась довольно-таки высокая. И, опять-таки, температура спирта сырца была в пределах 30 градусов. То есть, это определенный показатель. Если холодильник не справляется с утилизированной мощностью, то вы будете ему подавать много воды, а температура воды на выходе будет падать. То есть, она сначала там будет меньше 40, потом меньше 30. Ну и, в итоге, будете лить ее просто на пролив. Так, все, стоп. Итак, ну здесь, конечно, видно, что порядка 2 литров. Давайте сейчас перемеряем. Так, 60 литров. Посмотрим, наберется ли еще литр. Смотрите, не набрался даже еще один литр. Набралось буквально 900 миллилитров. Ну, видите, холодильник расходует при 10 киловаттах мощности меньше 120 литров. Видите, какая закономерность выявилась. При расходе 60 литров в час холодильник был способен утилизировать 5 киловатт. А чтобы утилизировать 10 киловатт, холодильнику понадобилось меньше 120 литров. Ну что ж, я считаю, результат отличный. Как говорил великий самогонщик Антон Павлович Чехов, в холодильнике должно быть все прекрасно. Вот в этом холодильнике все именно так. Наружный блеск поверхности соответствует блестящим техническим характеристикам. А пока, братья самогонщики, на этом все. Как всегда, ни голов, ни хвостов, чтобы не был на сцене. Всем добра. Скоро увидимся. Лайк поставь. Лайк поставь.